Мой товар ты будешь перевозить, а? Почему? Я столько времени с Ирфаном работаю. Почему мне это дело тебе передавать? Потому что Ирфан не сможет. Опыта у него не хватит. Он уже один раз споткнулся. Докажи. Докажи, что ты лучше его. Как? Ты будешь рисковать товаром? Кто-то из вас будет перевозить товар. Но в любом случае выиграю я. Если сможешь забрать это дело у Ирфана, оно твое. Без борьбы хлеба не будет, господин Наим. Жаль будет Ирфана. Ну что ты хочешь от меня? Я могу сделать так, чтобы ты добился расположения Ирфана. Хорошо, но зачем ты будешь это для меня делать? Для себя буду делать. Ради бога, Хасан. Посмотри, в чем я погряз. Когда Аразим убил себя, я тоже там был. Разве ты не видишь, с чем я связался? В смысле? Это дело нужно закончить, чтобы я тоже смог спастись. Ирфан к себе больше не подпускает. А по-другому я не смогу ему помочь. Но ты сможешь помочь. Как это будет? Наим, он не оставит Ирфана. Но я же не знаю, что будет делать Ирфан. Мне нужно составить план. Ты скажи, что будет делать Ирфан. Он сказал, что у него важное дело. Как? Где? Скажи мне, я подготовлю ловушку для Наима. Когда дело будет сделано, скажи, что это сделал ты. Все мы выиграем. Но победа будет твоя. Хорошо. Прекрасная идея. Но ты во мне ошибся. Я брата Ирфана не подал. Похоже, ты меня не слышал. Ладно, хватит. Мы и так завтра решим это дело. Больше мне не звони. В следующий раз я действительно все расскажу Ирфану. Саре, нужно встретиться. Срочно. Завтра утром будет трансфер. Только это смог узнать. Но я знаю, где можно узнать остальные детали. Брат, я вообще ничего не понимаю. С ним что-то происходит. Подожди пока, подожди. Сары! Сары! На меня смотри. Что ты такое наделал? Почему пил в такое время? Мазутку пил. Сынок, тебе с Сибири нужно встретиться. Я узнал время, когда будет трансфер. Из какого города идет автобус? Какой автовокзал нам нужно узнать? Вставай! Иска, иди закажи кофе. А потом в душ его засунем. Смотри на меня. Что случилось? Это из-за аху? Не помогло? Вы поссорились? Кофе заказал. Брат, успокойся. Она же не на тебя разозлилась. На шерифа. Вот видишь, на меня разозлилась. Пусть тебя не трогает. Пусть никто тебя не трогает. Это я, я. Чтобы тебя Бог наказал, Наим. Что? Утром в 7 часов автобус приезжает, но на этот раз из Бодрума. Поэтому я пойду схожу на склад. Подожди. Это дело тебе не по силам. Им займутся профессионалы. Если хоть одно недоразумение, никто здоровым не останется, Ирфан Бей. Спасибо, давайте. Хасан. Хасан. Наклонись поближе. Возьми. Но это твой пистолет. Хасан. Ты чувствуешь дыхание Наима? Затылком. Чувствуешь? Хорошо. Возьми тогда. Ходи с этим пистолетом, как человек. Не вынуждай никого себя убивать. Снова заревешь? Нет. Хорошо. Садись в машину. Садись. Очень напряжены. Немного и расслабиться надо. Сибель надо забрать из тренажерного зала. А потом с ней немного потренируемся. В конце концов, мы тоже мужчины. Тебе это не слишком тяжело, красивая моя? Ты же такая маленькая. Я боюсь, что ты не потянешь. Но легко не сдамся. Ты куда-то пропал. Была работа. Это похитить, то перевезти. Нам тоже же нужно иногда пропадать. Вынуждены? Что же ты похищаешь? Это не важно. Но если так и дальше пойдет, то мне, вероятно, тебя придется тоже похитить. Хорошо. Тогда вечером крепко держи. Не упусти. Сегодня вечером? Сегодня вечером не получится. Я работаю. Мне нужно быть сегодня на автовокзале. У нас завтра утром крупный трансфер. Ты сказал, трансфер? На автовокзале? Какой автовокзал? Разве я тебе не говорил, что мы с этим твоим мужчиной где-нибудь пересечемся? Ты же не объясняешь, кто он, чем занимается? У нее трансфер откуда? Бодрум. Бодрум. Ах, да, это маленькая дельца. Я надеюсь, с ним ничего не случилось. Ирфан сейчас очень бдительный. Иска, Саху, все хорошо? Хорошо? А как должно быть? Ты за меня... Сказал, сказал, что из-за напряженности. Вышли немного, поговорили, воздухом подышали. В смысле, все хорошо? Ты лучше Агульсен подумай. Берсен. Берсен ее зовут. Берсен. Подумаю. Если время найду. Ну где же он? Я уже начал сильно беспокоиться. Мне здесь не понравилось. Я ухожу. Давай, пока, пока. Понятно. Что с нашим вечерним делом? Хорошо, посмотрим. Я позвоню. Ну вот, теперь ты точно позвонишь. Малышка! Иди ко мне, иди. Аху, мне нужно тебе кое-что сказать. Давай встретимся. Сибель. 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 Когда ты выйдешь, девочка? Ох, какой нетерпеливый, Ирфан. И тебе бы лучше снаружи подождать. Они аннулируют мой абонемент из-за тебя. Не могу ждать. Молодец. Ты купила комплект моего любимого цвета? Знаешь же, что мне нравятся кошки. Девочка, ты вышла? Сибель. Или ты кокетничаешь со мной, девочка? Да ладно. Прямо здесь говоришь? Хорошо. Здесь? Я везде, Токос. Я везде, Токос. Ирфан. 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 Куда ты ушел? Хорошо, Айла. Спасибо. Завтра утром из Бокерма будет три автобуса. Все в разные автовокзалы. Около шести. Разделимся и поедем. Тот, кто найдет, то депо, в котором будут держать этих людей, сразу же звонит и сообщает обо всем полиции. Может, и Ирфана полиция поймает? Может же быть, что он там будет? Подожди, подожди, не радуйся раньше времени. Ирфан никогда в жизни туда не приедет. Он не станет оставлять после себя следы. Дело свое чисто делает, котина. Пусть. Сейчас же этот Амэр наблюдает за ним. Он ничего теперь спокойно сделать не сможет. Без денег останется. И власть его ослабеет. Спасибо тебе, Господи. Хорошо, что есть мой отец. Если бы не он, мы бы не смогли получить такое превосходство над Ирфаном. Точно. Отец за моей спиной. Друзья рядом. Ирфану пушки в жерле. Что еще можно желать? Съела человека, избыток совести может превратить в труса. Но когда совести нет, это самое страшное. Когда ее нет, тогда человек превращается в монстра. Четыре маленьких сердца возьмет в свои ладони. Сожмет, уничтожит, погубит. Что с твоей рукой? Придет день преступник. И с тобой сделает то же самое. Ты это оставь. Разве такой человек, как ты, будет ходить без оружия? Такос. Что бы изменилось? Ничего. Премьер-министр приехал посетить мечеть. Со всех сторон полным полно полиции. Ты бы не смог ничего сделать. Что ты тогда говоришь? Следи за выражениями, как люди разговариваем здесь. Какие у тебя дела со мной? Что ты хочешь от меня? Это дело с эмигрантами. Это дело мне передашь. Из-за боязни отца работу с Луэрфан будет делать очень точно. Будьте внимательны. Ладно, мы поняли. Завтра с самого утра поедем на автовокзал. Я пойду. Вы здесь. Я к Берсен пойду. Хорошо. Давай искать. Что случилось? Что хотел сказать? Почему позвал меня? У тебя с головой не все в порядке, старик. Ты из ума выжил. Зачем мне своими руками отдавать дело тебе? Почему мне делать это добро? Ты не делаешь. Это я делаю добро. Не стану тебя больше изводить. Если бы хотел, в одно мгновение бы это дело у тебя забрал. Вот эти птицы. У них нет ни чести, ни гордости. Ты им только еду дай. Они будут смотреть, как бы только набить брюхо. Джик-джик-джик-джик-джик. Только добро будут ждать от тебя. Если я вдруг захочу попросить добро от тебя, то значит у меня меньше мозгов, чем у этих птиц, преступник. Давай поборемся. Если тебе очень нужно, то ты возьмешь в меня это дело. Если сможешь взять, то дело твое. Если не смогу, забудешь обо мне. Оставишь меня в покое, и больше никогда со мной не станешь пересекаться. Что скажешь? Согласен. Эляль, скажи уже, что случилось? Что ты хотел мне сказать? Я сегодня ходил к Сибель из-за Ирфана. Мне нужно было кое-что узнать. Ну и что в этом такого? Ты в прошлый раз ходил. Поцеловала она меня. Что значит поцеловала? Губы. В одно мгновение все произошло. Я не смог уйти. Ты разозлилась? Извини. Извини меня. Если она еще раз меня поцелует, ударя ее, клянусь. Нет, не разозлилась. Но, как сказать, я не думала, что кроме меня тебя может еще кто-то целовать. Ты что-нибудь почувствовал? Ты с ума сошла? Какие чувства? Послушай, что ты говоришь? Прости меня, прости. Пусть Бог накажет меня, если я еще раз так сделаю. Ну что ты? Ты же ничего не сделал. Зачем извиняешься? Ну смотри, они-то начнут что-нибудь подозревать. Правильно сделал, что рассказал. Сибель? Нет. Брат, не впадай в бешенство, послушай, мы были в ходах в салон, не поняли, как все произошло. В одно мгновение зашел туда этот Наим. Что ты смеешься, брат? Почему смеешься? Ты не злишься? Хорошо, что так получилось. Почему? Зови Джабраиля. Мы меняем план. Сынок, что ты еще здесь делаешь? Джабраиль! Понравился мне этот Наим. Понравился. Что еще? А? Что тебе еще, господин Наим? Что? Дело с эмигрантами. Детали мне дай. Ты же сказал, что все. Я здесь и так с ума схожу. Что ты еще от меня хочешь? Только это меня интересует. Это дело Ифана решу, и все, сынок. Не кричи. Когда решишь, что будешь делать? Что буду делать? Вас буду поддерживать. Ижевит слишком себе уверен. На этот раз все получится, говорит. Но Ирфан все тщательно скрывает. У вас не получится. Без меня вы не сможете справиться. Все у нас получится. Мы все решили. Утром на автобусе люди приезжают. Все. Ты не вмешивайся. Мы все решили, Наим. Ты не вмешивайся. Я тебе дал все, что ты хотел. Отстань же от меня. Как будто это первый раз, сыры. Ты когда ребенком был, разве так же не продал Эджи Вита? Пара ботинок пропала, сынок. Он утром приходил, просил ботинки, но я ему их не дал. Потом вышел, а ботинок нет. Украл. Я ничего не воровал. Разве я вор? Тогда кто украл? Ты очень просил эти ботинки. Умолял. Очевидно, что их взял ты. Где ботинки? Уйди отсюда. Уйди отсюда. Что происходит? Твой сын у меня ботинки украл, Наим. Капитан. Ты сделал? Позорище. Переходи. Молодец. Человеком будешь. Человеком. Еще в чем-то стал на меня походить. Человеком. 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 Сары Сары, открой глаза Зеки Это ты, брат Я умер Немного осталось, брат Эти проблемы убьют тебя Немного осталось Что мне делать, зеки? Расскажи кому-нибудь Я Я Брат, не взад Ты видел, Сары? Нет, сынок, не видел Посмотри в баре В баре? Ах, Сары, почему ты не отвечаешь? Если бы рассказал мне о своих проблемах Не могу рассказать Не могу никому объяснить Не бойся Тебя не бросят Бросят Кто бы не был, бросит Я рядом, брат Не рядом Не рядом Тебя убили, брат Если бы ты был рядом Очень скучаю по тебе Но тебя нет рядом Зеки Боже мой Ты не в себе С самого утра тебе звоню Вставай, давай Домой поедем Оставь Не могу тебя здесь оставить Утром автобусы приедут Я приду Когда они приедут Уходи Не уйду Что с тобой происходит Со вчерашнего дня? Ибо У меня голова раскалывается Оставь меня в покое Ты вчера сказал Со вчерашнего дня наблюдаю За тобой Что-то происходит Нет Ты не в порядке Я тебя не оставлю Уходи Ты не понимаешь? Уходи Я тебе говорю Не хочу Не хочу Уходи Садись Садись Я не уйду Даже если не расскажешь Буду здесь Не оставлю тебя Садись Не оставлю тебя Садись Садись Я нерве Садись Субтитры делал DimaTorzok 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 Довольно? И больше ничего не спрашивай. Аху, меня не волнует. Версен, аху сейчас вместе с Белялем, а я с тобой. Этого недостаточно? Хорошо, если ты так говоришь.